Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня мы с вами будем кушать аджарские хачапури маминого приготовления. Ссылочка будет в инфобоксе. Вы можете перейти и приготовить такие же крутые хачапури. Вот посмотрите просто на тесто. Посмотрите, какое мягкое, воздушное тесто. Обычно, вот когда я иду, например, даже в ресторан, заказываешь, и почему-то вот эти вот края, они бывают такие жесткие и неприятно даже кушать. Прям то, что надо, готовит мамочка. Как я обычно делаю, я делаю вот такую вот процедуру. И кушаем. Здесь у нас адыгейский сыр. Я его люблю. Он такой вкусный. Встали сегодня рано. Сняли сначала видео. Сейчас мукбанк. Прям сегодня и выложу. Сначала я хотела взять оба хачапури. И съесть на мукбанке. Но потом у меня сразу в голове эти комментарии. А ты маму оставишь голодное? Почему маме не оставила? Когда я ем все, что приготовлено на Айкуке, начинаются вот такие комментарии. Чтобы чему не оставила маме? Почему мама голодает? На самом деле, это не так, конечно же. В этом плане у нас все нормально. Не переживайте насчет мамы. И сегодня, наконец-то, мы будем снимать видео с бабушкой. Мукбанк с бабулей. Я попрошу в инстаграме у вас вопросы для бабушки. Хотела чаечек. Но поняла, что жарко. Айка, расскажи, пожалуйста, о своем обучении в университете. Было ли сложно поступить или сложнее было учиться? Для меня было очень сложно поступить. Очень. Это просто пять предметов ты сдаешь в один день. Пять предметов. Ты просто не знаешь, что можно повторить в этот день. В голове каша. Учиться было нетрудно, потому что у нас были очень хорошие учителя в универе. И для них самое главное было, чтобы ты состоялся как личность. Чтобы у тебя была работа. Например, у нас в универе был парень. У него была сложная жизненная ситуация. Они помогли. Универ помог. Найти работу. У нас в Деканате работали девочки, которые также учатся в нашем универе. Просто они, например, учились в первую смену, а работали во вторую. Эти все возможности предоставлял, конечно же, универ. Ребята, так вкусно. Это просто супер. Вот здесь, например, край. Если вы думаете, что здесь нет сыра, вы ошибаетесь. Смотрите. Здесь внутри завернут сыр. Готовится легко и очень вкусно. Короче. К универу у меня претензий нету. И учиться было легко. Из пяти вопросов на экзамене есть, ты более-менее ответишь на три. Ты уже прошел. То есть специально срезать тебя, взять с тебя деньги, не знаю. Такого не было. Сложно было именно подготовка к универу. Но я ходила по репетиторам, по пяти предметам, даже по шести. Вы представьте, я сначала иду в школу. А затем иду на один предмет, к примеру. Да, через полчаса у меня другой предмет. Я просто настолько устала от школы, от репетиторов, что я приходила домой и просто ложилась спать. А мне надо было еще готовиться. Потому что завтра опять школа. Опять два репетитора. Если бы я, например, вернулась бы назад, я бы не стала ходить к учителям. Я просто записалась бы на курсы. И просто ходила бы на курсы. Потому что на курсы хотя бы ты ходишь в одно место. А тут, получается, один учитель живет в одном конце города, другой учитель живет в другом конце города. И пока ты едешь, вот эта вот обстановка, она настолько утомляет. Ты настолько устаешь. Я просто вспоминаю эти года. И прям не хочется возвращаться туда. Закончились и все забыли. Также и школьные времена. Все говорят, вот вы будете скучать по школе. Да вы еще мечтать будете, чтобы вернуться в школу. Ничего подобного. Закончилось, слава богу. Забыли, как страшный сон. Закончилось, слава богу. Закончился. айка ты веришь судьбу что касается этих предсказаниям вот говорят судьба значит так было суждено я не совсем согласна с этим потому что например я пошла на улицу меня штрафовали за то что я не соблюдаю правила карантина я прихожу домой и говорю маме это судьба то есть я все таки считаю что наша судьба у нас в руках и вот даже оборачиваясь назад я вижу сколько ошибок я совершила и нельзя думать это судьба так суждено я все таки склонна верить больше тому что мы сами творим свою жизнь иногда когда я утром просыпаюсь не бывает такое странное ощущение как будто это день я уже проживала в общем я не верю в судьбу например я бы могла не пойти на день рождения где встретилась со своим парнем я себе не пошла на этот день рождения то мы бы не познакомились и это бред думать что так было суждено как же вкусно ребят это просто идеальное тесто оно мягкое готовится просто один раз мы зашли в очень дорогой ресторан в центре города и заказали казалось бы самая обычная пиццу мы заказали три пиццы и нам принесли такую пиццу без помидоров без ничего практически и положили перед нами кетчуп в такой типа знаете очень культурной упаковке типа помашь кетчупом хлеб и ешь вот тебе и пицца не всегда дорого и например готовит профессионал например готовит повар это немножко нас подкупает я хочу просто зайти в youtube приготовить самой и не запариваться о том что а какое масло в составе а какой сыр у нас есть родственница она биолог и она вообще не ест вот эти тортики которые из магазина она идет отдает например 3000 рублей покупает один такой небольшой торт и мы такие зачем так дорого если можно вот вазы взять 15 монат короче если можно в три раза дешевле купить зачем это все нужно и она всегда говорит все болезни от того что мы едим поэтому по возможности нужно стараться что-то готовить дома самим азат курбанов задает мне вопрос азат я знаю что ты меня давно смотришь мне безумно приятно что под каждым видео ты пишешь мне комментарии реально спасибо тебе огромное и вопрос его звучит так ты самая классная блогерша спасибо огромное что бы ты выбрал отдых летом на даче или где-нибудь за границей многие мне в комментариях пишут что айка ты мало путешествуешь никуда не ходишь я отношусь к всем людям я спокойно могу сидеть дома всю зиму все летом кушать что-то вкусненько и смотреть ютубчик и я не чувствую себя вообще обделенной то есть не то что я против как бы активного отдыха нет просто если его не будет я как бы не чувствую себя несчастной все окей для меня главное чтобы рядом был интернет мои любимые блогеры не знаю могу делать порядок смотреть я чувствую себя счастливой и без этих отдыхов без этих курортов один раз у меня брат устроил челлендж для меня не спросил об этом меня взял спрятал мой телефон и говорит давай 24 часа без телефона я такая думаю к чему это челлендж прошел час два часа я уже начал ругаться с братом что отдай мой телефон реальная зависимая телефона я это признаю зависимо от интернета от блогеров я не просто создаю видео я еще являюсь очень активным зрителем ютуба не поехать куда-то отдыхать для меня это не катастрофа но если кто-то осмелится взять мой телефон вот так далее меня наступает конец света такая мягенькая булочка как будто покупная знаете такие сладкие булочки продавались когда мы учились в школе мягенькие мягенькие один в один все оно смыслится вот это вот и я думала это кинза кассета петрушка то есть отдых активные все дела это конечно хорошо не в наше время конечно в 2020 году я иногда думаю например у меня дочка ей будет лет 10 и они в школе будут проходить что 2020 год это был ужасный год когда нельзя было выходить на улицу была великая всемирная пандемия и ребенок будет подходить ко мне и говорит айка нет мама мама а чё это правда я говорю дорогая моя эти времена тебе бы их не видать никогда такая пускаю слезу твоя мать сидела и снимала видео для ютуба не могла выходить на улицу и так мы жили год все из-за китая как вам моя речь для моей дочери сделать это I Айка, как ты относишься к расизму, а именно к тому, что люди говорят о том, что они ко всем относятся одинаково и с уважением, а в жизни оскорбляют других людей? Это, конечно, ужасно, и я считаю, что все мы одинаковые, все мы люди, и не должно быть такого понятия, как расизм. Я считаю, что если человек, например, нетрадиционной ориентации, либо темного цвета кожи, либо какой-то другой национальности, нельзя как-то ущемлять их права и оскорблять. Прежде всего люди, которые делают такие действия, они показывают свою неграмотность. Иногда здесь встречаешь, например, туристов, афроамериканцев, люди подходят, можно с тобой сфотографироваться, это реально так глупо, так тупо. Они не думают, что человеку может быть просто неприятно. Давай я с тобой сфотографируюсь, да, идите сюда, давайте сфоткаемся. Ну, все мы разны, всем ты не объяснишь. Ребята, это было очень вкусно. Обязательно переходите, смотрите видео, готовьте тоже, вы мне скажете еще спасибо. Петрушечка у меня осталась. Потому что я перепуталась с кинзой. В общем, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор это не сделали. Всем желаю приятного аппетита. Удачного дня. Пока.